Молодые, креативные и поспеховые. 50 человек стали лауреатами спецпремии Могилевского Абл-Ваканкама у социальной сферы. Головная идея – жить у згоди и миры. Международный фестиваль духовной музыки Магутны Божа у Могилеве. У поддержку в прационной профессии разрад по специальности повышала молодь на 10-м областном конкурсе прав мастерства. Специальную премию Могилевского Абл-Ваканкама отримали молодые специалисты социальной сферы регион. На лауреатами стали 50 человек. Напереды дни церемонии у знагороджений они сустрелись с керавництвом в области. Перед урочистым моментом уручением спецпремии сустрелись с керавництвом в области. Новый формат дозволяет, так бы мовить, сам насам почуть молодь. Довидаться про то, что и я хвалюя. Праца у сельской местовости, активность молодых людей подчас выборчих кампаний. Распроцовка закона об волонтерстве. Это только частка пытания, которые обмерковали подчас сустрелись. Молодежь Могилевщины обладает хорошей инициативой. Она по-здоровому амбициозна и желает добиваться результатов на благо родного региона, на благо нашей Беларуси. Конкурсной комиссии пришлось достаточно так серьезно поработать для того, чтобы выбрать лучших из лучших. По номинации здравоохранение награждаются. Оксана Микушкина просует терапевту Мучавовской больницы. Личит, что в опыт, який отрывают молодые медики на районе, ни с чем не поровнать. На ее домку только тут можно отрывать широкие профессиональные навыки. Что касается работы в маленьком районе, здесь, конечно, много плюсов и минусов. Но самый важный плюс, что у меня рядом дом, мои родители, моя семья. И, конечно, пациенты, которых многих знаешь, знаешь подноготную их. Поэтому, конечно, я очень рада тому, что работаю в Чаусе. Сярод по сотне лауреатов, урачи, спортсмены, наставники, музыканты и не только. У этих разных по профессии людей есть шмат агульного. И они молодые, креативные и успеховые. Прэмия у социальной сферы присуживается у 15-й раз. И у 15-й раз она вызначает лепших слепших. Павел Савицкий, Олеся Рыбалка, Денис Бутылин. Новины региона. 12 молодых супрационников прокуратуры присягнули на верность закону Республики Беларуси и беларускому народу. Урачистое мероприемство отбылось в мемориальном комплексе на Буйницким поле. На речи селета прокуратура отзначает юбилей 95 год своего иснования. Литерально все сферы життя з'являются зоной прокурорской отказности. Прокуратура ведет контроль за выкананием законов в подавництве, промысловостей, сельской господарцы на транспорте. Контролюя працу милиции и органов улады, обороняя интересы детей и молодей, змагается со злочинностью и коррупцией. Присягу они приняли на Буйницком поле, легендарном поле, где наши деды, прадеды держали бой с немецко-фашистскими захватчиками. Где они достойно выдержали экзамен, который жизнь поставила перед ними. Уверен, что работники прокуратуры, которые сегодня приняли присягу, будут достойны памяти их. И полагаю, что будут профессионально и качественно работать во благо нашего народа, во благо нашей родной Беларуси. Один и у Беларуси памятный знак штрафным подразделениям червоной армии, открытый в Чавусском районе, поблизу везки Дрануха. Место выбрали не выпадково. В 1943-1944 годах тут и шли жорсткие бои по прорыву немецкой обороны с выходом до Могилева. На штурм складанных доброумыцеванных участков обороны противника кидали штрафные батальоны и роты, что и шли у первых родах частей, которые наступали. По неполных данных, в Чавусском районе дейничали 11-й особный штрафный батальон, 8-й, 13-й и шерых инших армейских штрафных рот. Я нанесли великие человеческие страты. Лик и шел на сотни тысяч. Показать и доказать свою квалификацию, а так само повысить свой разрад. Областный конкурс профессийного майстерства сярод прационной молоди собрал в Могилеве токаров, фрезеровщиков, зварщиков, слесоров, буйных предприемств Могилевщины. На базе завода Могиле Трансмаш, каля 50 человек спрочалися за звание «Лепши» у своей номинации. Вселетний областный конкурс профессийного майстерства сярод прационной молоди – десятый. За этот час, каля 400 человек, спрабывали доказать, что яны лепши у своей профессии. Оценивают умения и навыки не только конкретных конкурсантов, а и кадровый потенциал предприемства в целом. Есть хорошие специалисты на предприятии, хорошие коллективы, мастерские коллективы. Оттуда и получается высоколиквидная доходная продукция, которая сегодня, возможно, востребована на других рынках. Больше за все заявок поступило селета у номинацию «Токар» – 14 человек. Многие удельничали не первый раз и теперь пришли с гаражем-жаданием полепшить свой жавыник. Что вы ждете от этого конкурса? Во-первых, повышение квалификации, денежные призы. Областный конкурс профессийного мастерства проводится минавито сирот-молоди. Узросту дельников до 31 года. А селета, говорят организаторы, шмат совсем молодых у дельников. Например, Денису сяго 19. Первый раз приехал на этот конкурс. Очень немного волнуюсь. До этого не приходилось. Только год как работаю по своей специальности. По традиции практичная частка конкурса самая цікавая и видовищная. Особливо у кранушшиков, докладней кранаушшиц. Восьяны молодые, метанакерованные и головные профессионалы своей справы. Первое место завоевать оказывается очень просто, как мне казалось. А вот продержаться очень сложно. Поэтому мы здесь отдачим свое мастерство, показываем себе и другим, чего мы стоим, наше предприятие представляем. По выниках конкурсу первоможцы смогут подняться на приступку по карьерной лесвице, повысить свой процовный разрад. А это и повышение престижу процовных профессий. Катярына Городницкая, Александр Артемьев, Новины региона. Соправдная спортивная свята разгорнулася у круглым район, прима у летнюю спартакея до работников агропромыслового комплекса в области. Больше за 700 человек и шмат команд смагалися по 9 видах спорту и у творчих конкурсах. В обычном житии явные работники агропромысловых предприятий и организаций, а подчас спартакея до первого творились у соправданных спортсменов. Бег, стрельба, армреслинг, поднятие гир и мини-футбол – это только частка с поборництва. Кличев, клический район. Уже есть какие-то победы? Да, по армреслингу мужчины у нас первое место заняли. Футбол, мини-футбол. Ну, выступили, конечно, не так, как хотелось, но участие. Конечно, уже 28 команд, тут есть команды, которые играют и высшей, не высшей, а первой лиги. То есть уровень высокий и надеемся, что будем играть достойно. По словах организаторов задача спартакея до не рекорды и колька завоеванных медалёв, а популяризация здорового ладу життя и физичной активности. У таких поборництвах не бывает их, кто проиграл. Будем выбирать лучшего спортсмена. А как? Что он должен сделать, чтобы стать лучшим? Во-первых, он должен показать результат хороший. Он должен работать только в агропробличном комплексе и участвовать в минимум пяти спартакеадах наших, которые проходили. Вот это самое главное. Есть такие, которые прошли и девять, и десять? Есть еще и десятое. Есть у нас таких много очень. Первое место по выниках спартакеяды заняла команда господарок Руглянского района, другое – Кировского, и третье место за агропромысловцами Шкловщины. Алена Мельшанкова, Катярына Городницкая, Александр Артемьев. Новины региона. Пятнадцатую кватеру от «Евроопт» выиграла молодая семья с Могилёва, а буйный грошовый приз – пенсионерка с Кировска. Розыкрыш юбилейного 35-го тура «Гульни. Удача в придачу» отбылся 17-го червеня в Минску. А праздень самым удачливым покупникам «Евроопт» уручил призы. Галоной героиней 35-го тура «Гульни» стала Могилюшанка Алена Вавилова. Ей пощасила выиграть суперприз кватеру в престижном районе столицы. Победителем становится Вавилова Елена Владимировна, город Могилёв. Алена ведущая экономист региональных подразделений у одного из банков, зараз в декретном отпочинку. Ключи от кватеры у новобудовли по улице Мястровской отчатары счастливым переможцам уручил директор интернет-магазина «Евроопт» Василь Вилько. Молодая мать и каже, и уявить себе не могла, что звычайный поход за покупками у любимой «Евроопт» может быть настолько поспеховым. «Играть и брать то, что товары, удачи, там такие совсем нужные вещи и продукты какие-то. Можно попробовать, почему бы и нет». Буйный грошовый приз у 20 тысяч рублей у 35-м туры выиграла Антонина Иваницкая с Кировскую. Яна больше за 40 годов працевала медработником, а сёння на заслуженном отпочинку. Победителем становится Иваницкая Антонина Николаевна, город Кировск, Могилёвская область. Как изменилось же тёпероморцы и на что я на плануя потратить гроши? Доведались о спеших в Устну. Ещё так сильно не планировали, потому что ещё в руках не держали. Ну, найдём куда. Вон благоустроить двор мне надо, чтобы я не ходила, не спотыкалась с больными ногами. Ну и, естественно, у внучки свадьба будет, тоже денежка надо. И четверо-нука найду куда. Уручены призы и остатним счастливчикам 35-го тура. Другий грошовый приз на сумму больше за 10 тысяч долларов накировался до Лилии Боченко с Орши. Два позадорожники поехали в Брестскую в область до Натали Костюк с Иванова и Нины Почаковской с Барановичу. А путёвку на двоих у Иорданию выиграл Павел Иванович с незвычайным прозвищем «Павел» с города Мазыру. Его выигрышный код принёс перемогу ясше 39-й уладальникам кожного сотого кода наступного за им. 36-й тур гульни «Удача в придачу» стартаваў. 1-го липя Еуроопыт разыграў билеты на две особы на концерт Валерия Меладзе. 20 тысяч подарунковых сертифікатаў, три новенькі аутамабілі і 16-ю кватэру ў прэстыжном районі Мінска. А ясше 40 путёвок на двоих у Грузіў. Ушыкованный пятизорковый отель. По системе ўсё уключена. Купляйте ў магазинах Еуроопта, так само ў интернет-гіпермаркетах. Є доставка і гіпермол, неабходны вам товары і любы товар удачі. І корыстайціся дискотной карткой Е+. І хто в'еде, може ў гэтым туры щодрэ прызы ад Юраопта дастануцца Мінавіта вам. У Магилёві распачаўся фістываль духовной музыки «Магутны Божа». Сёня мы працтавляем вашыў вазі першы дёнік гэтага музычнага свята. Першы радок знакамітага гімну «Малітва» дал назву Магилёвскому фістывалю духовной музыки «Магутны Божа». Гэта першы канцерт сёлятніха фістывалю, які распачаўся ў обласным центры ўжо 22-м разам. Я паздравляю також всех гостей города, всех могилёвчан с тем, что фістываль, 22-й Международный фістываль духовной музыки, начался і начынаец свою концертную праграму в городе Магилёве. Фістываль в'ядзе свыў істору ад 1993-га гуда. Ягу ідея – збліжэнні християнскіх конфесій, православных вернікаў, католікаў і протестантов. Жыць ў згодзі і миры – така ўсновная ідея Магутнага Божа. Духовна асветніцкая выстава «Кермаш Беларусь православная» працюе ў межах фістывалю што дня, да выходных. І она так сама прасвечена трёхсот годзю православных асветніка, Магилёвскага археепискапа Георгія Каніскага. Святый Лисаветінскі монастыр з Мінску прапанувае вырабы сваих маэстерню і падворку, ададзіні да прагожих сувениров. І основная, конечно, наша цель здесь, если мы саберём какую-то жертвочку, чтобы помощь принести людям, на «Кермаші» шмат товаров ад прыгожих абразоў, дарычы з гары Афонс, Грэцый, і до харчовых товаров, таких як мёд і лачебные зёлкі. Але самая галунная – гэта ўсё ж книги. Адна з самых популярных книг – «Несвятые святые» архімандрыта Цихана. Как сказал кто-то из великих, хочеш изменить мир – начни с себя. Нужно прежде самому быть самому добрее, и тогда всё вокруг тоже станет добрее. Если каждый над собой приложит хоть чуточку усилий, то и мир изменится к лучшему. Галунная падзея фестивалю «Махутны Божа» разворочываюць ў кафедральному костюле небаузядце святой Дзевы Марыў. Тут адбывся першы концерт Махилёвской городской капэлы і гастей з Москвы і Рыги. Хор рыжскага латыжскага товарыства «Ауструмс» і хор товарыства латыжскага культуры «Талава» з Москвы. У першуні у Махилёве. Надо любіць музыку. Если ты палюбиш музыку, значит, ты можеш палюбіць і того, который рядом с тобой испаняець её. У величном костюле гучалі Бах і Вевальдзі. Гэта было грандыюзна. Барокко – великая музычная прахожусь. І глядачыя на концерте был аншлаг, згодный з нами. Заряжаемся энергией, любім гармонію, звуки і живую прекрасную музуку. Чо чуствуете? Восторг чуствуу. Положительные емоції. Просто изумительный концерт. Бах, Вевальдзі. Що може біць лучше, як исполняць её именно в таком вот месте, аутентичном. Им очень рады, што именно в этом фестивалі нам каждый Божий день предстоит исполняць различную программу духовной музыки. Мы приглашаем всех наших слушателей на каждый день этого фестиваля. 1200 гостей з 18 країн приймай обласный центр на фестивалі. І не здарма святкаванні свайго юбилію Могилёв розпочинає духовной музыкой. Магутны Божа протягніться до другого ліпіння. Наші новини доступны на сайте tvrmogiljov.bainu. А я з вами развидваюся. Дякую, што були з нами. До зустрічого ефіра.